Здравствуйте! В эфире информационная программа новости Орфеат Семьев. В студии Кирилл Васенин. Сегодня в выпуске. В Москве прошла презентация пакета Логос в качестве коммерческого продукта. Спешите творить добро! Саровчан приглашают принять участие в благотворительной акции. Закрытый Саров в открытом пространстве. В законодательном собрании начала свою работу выставка, посвященная ядерному центру. В Москве прошла презентация первого коммерческого цифрового продукта Логос Аэрогидро, разработанного в Орфеат Семьев. В ней приняли участие директор ядерного центра Валентин Костюков и заместитель директора и научного руководителя Рашид Шагалеев. Представлял продукт один из его разработчиков, начальник отдела Института теоретической и математической физики Роман Королев. Участниками мероприятия стали руководители госкорпорации Росатом, директора и главные специалисты крупных предприятий, представители государственной власти, экспертного научного и бизнес-сообщества. При непосредственном участии сотрудников Орфеат Семьев в рамках маркетингового этапа специалистами дирекции цифровой трансформации разработан пакет материалов и документов для обеспечения, продвижения и продаж цифрового продукта. Брендбук с описанием концепции бренда и его позиционирования на рынке, сравнение с конкурентами, политикой лицензирования и ценообразования. Также представлена веб-страница коммерческого продукта Logos AeroHydro. Отечественный многофункциональный пакет программного инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования Logos предназначен для моделирования аэрогидрогазодинамики, тепломассы переноса, турбулентного смешивания, прочности и деформации. По своему функциональному наполнению он охватывает более 70% основных задач промышленности, решаемых при проектировании и разработке высокотехнологичных изделий. Модуль Logos AeroDynamica и Logos Hydrodynamica предназначены для решения задач моделирования различных физических процессов в интересах атомной промышленности, автомобилестроения, авиастроения, ракетно-космической отрасли. К другим новостям. Декабрьская благотворительная акция «Рафиатсвнеф» впервые прошла в 2012 году. Она направлена на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. К этой акции каждый год присоединяется все больше сотрудников ядерного центра. За все время было собрано 6,5 миллионов рублей. Новый год – это время добрых дел. Именно в Новый год так хочется сделать что-то хорошее и поделиться с теми, кто рядом, частичкой душевного тепла. В нашем городе есть дети, которые волей судьбы лишились самых близких и родных людей – мам и пап. По состоянию на 1 декабря этого года в Сарове живут 88 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Именно для того, чтобы подарить им праздник в Новый год, и была организована декабрьская благотворительная акция в НИЭФ. Подразделения организуют самостоятельные акции посещения детских домов, как по Нижегородской области, так и в Мордовии. Приезжают, дарят детям подарки, организуют концерты. Некоторые подразделения берут шества над школами и интернатами. То есть каждый находит себя в какой-то сфере, в рамках благотворительности. А у нас в городе тоже проблемы аналогичные существуют. У нас есть дети, сироты, которые оказались по воле судьбы без родителей. И вот именно эта категория детей, она и участвует в данной акции. С 1 по 30 декабря работники ядерного центра через представителей кадровой службы могут сдать денежные пожертвования, которые будут в равных долях переведены на персональные счета этих детей. И денежные средства, в связи с тем, что они переводятся на счет ребенка, они могут быть потрачены по законодательству только на нужды этого ребенка. И к тому же у каждого ребенка свои потребности. Для кого-то это собрать ребенка в школу, для кого-то это какие-то лекарства или, возможно, какой-то подарок ко дню рождения, который будет летом. И только конкретная семья, конкретный человек может уже выстроить приоритеты. Поэтому здесь наиболее актуальна именно финансовая составляющая. С каждым годом к акции присоединяются все больше сотрудников ядерного центра. При этом принять участие в ней и пожертвовать деньги детям-сиротам могут и работники других городских предприятий. Дело в том, что когда мы говорим о такой категории, как дети, мы не можем сказать, что за них должен отвечать город, ВНЕФ, меценат или кто-то еще. Это наши дети. И поэтому любой человек, кто хочет присоединиться к акции, он может обратиться в отдел по взаимодействию с органами власти и местного самоуправления. Мы находимся на проспекте Ленина, дом 4. И внести свой вклад, поучаствовать в судьбе практически каждого ребенка, потому что у нас всего в городе 88 детей. Эта помощь, она доходит до каждого. Кульминацией праздника каждый год становится новогодний утренник в январе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Его организуют в Центре культуры и досуга, а спонсором выступает ВНЕФ. И этот праздник не обходится без Деда Мороза и Снегурочки, сказок, конкурсов, сладких подарков, чудес, волшебства и, конечно же, радости общения. Сбор денежных средств – это только одна составляющая акции, потому что, сами понимаете, не все можно купить за деньги. А для детей, для них намного важнее и моральная составляющая – это быть услышанными, не чувствовать себя одинокими, почувствовать, что они нужны в этом мире. Новый год – это время чудес, когда каждый человек, особенно ребенок, ждет волшебства и сказки. И все усилия, которые прикладывают организаторы акции, не напрасны. Ведь в награду им достаются искренние улыбки, горящие глаза и радостный смех детей. В современном мире каждый из нас живет в своих заботах, в своих делах. И мы не всегда обращаем внимание на тех, кто окружает нас. А особенно в преддверии Нового года, когда каждый человек ждет какого-то праздника, ищет частичку тепла. И особенно сейчас мы можем подарить нашим окружающим нам людям, нашим близким, именно вот эту вот радость, вот это вот счастье. Сколько бы ни было лет человеку, он все равно в душе ждет Деда Мороза и какого-то новогоднего подарка. Большое содействие в акции оказывают Департамент социальной политики ВНИЭФ, службы торговли и питания, Центра культуры и досуга. Организаторы акции благодарят каждого жителя нашего города, кто уже участвует в ней и кто только планирует в этом году присоединиться за отзывчивость, теплоту души и доброе сердце. В Законодательном собрании Нижегородской области начала свою работу выставка «Закрытый саров в открытом пространстве». В экспозиции из трех тематических блоков представлено около 60 фотографий из состава выставки в объективе ЮБЭ и свыше 15 информационных плакатов, посвященных 70-летию РФИАЦ ВНИЭФ и 25-летию Музея ядерного оружия РФИАЦ ВНИЭФ. Выставка фоторабот академика Юлия Борисовича Харитона, одного из руководителей советского атомного проекта и создателей Отечественного ядерного щита, разработана сотрудниками Музея РФИАЦ ВНИЭФ на базе уникальных авторских фотографий ученого из архивов Музея ядерного оружия и Музея квартиры Юлия Борисовича Харитона. В составе экспозиции вошли портретные, жанровые и пейзажные фотографии 20-80-х годов прошлого века, каждый из которых отдельная биографическая страница в жизни Юлии Борисовича Харитона и научной элиты того времени. В церемонии открытия выставки в законодательном собрании приняли участие председатель регионального парламента Евгений Лебедев, заместитель директора РФИАЦ ВНИЭФ, депутат ЗАГС Собрания Юрий Якимов, главный специалист Департамента коммуникации и международных связей РФИАЦ ВНИЭФ Екатерина Власова и Виктор Лукьянов, депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания, преподаватели и студенты НГТУ имени Алексеева. Планируется посещение выставки студентами НГТУ и воспитанниками Нижегородского центра одаренных детей. Выставка продлится до 13 января 2019 года. Универсальная игра для смелых, сильных, ловких и мужественных людей. Продолжаются игры первого круга чемпионата города по баскетболу среди мужских команд сезона 2018-2019. О лидерах и новичках турнира расскажем в следующем репортаже. Что главное у баскетболе? Скорость, меткость, а может быть ловкость и отличная физическая форма игроков? У каждого спортсмена свой ответ на этот вопрос. Максим Меньшеня считает, что главное у баскетболе – это порядочность, элементарная выдержка, которых порой так не хватает в этом эмоциональном виде спорта. Игры разные бывают. Иногда кто-то сильнее соперника, иногда наоборот слабее. То есть надо проявлять уважение и не хамить, не хулиганить и не создавать прецеденты для конфликтов. В этом сезоне команда, в которой играет Максим Меньшенин, предстала пред болельщиками в новом облике. Сборная решила начать писать свою спортивную историю с чистого листа и сменила название «Волга» на «Авангард». Тем более, что костяк команды составляют сотрудники этого электромеханического завода в НЕФ. Три года подряд были чемпионами города. Ну, в последний год решили переименоваться, начать что-то новое, потому что два года уже не выигрывали. Серебряные призеры чемпионата 2017 года, спортсмены сборной «Авангард» в этом сезоне с удвоенной силой вступили в борьбу за главный приз. Тем более, что в составе команды играют сильные баскетболисты. И они не намерены уступать другим. У нас есть члены команды сборной города, которая представляет нас на областных соревнованиях, и представители команды сборной чуть ниже лигой. Другой сборной «Арфиас ФНЕФ» кардиналы нет еще и года, но она уже решила составить конкуренцию постоянным участникам городского чемпионата. Коллеги-единомышленники только летом объединились в команду и взяли себе необычное для баскетбола название, которое, как оказалось, не имеет драматической составляющей. Нет, не связано с мушкетерами. У нас вот эмблемка, где она вот, птичка, красник, кардиналка. Поэтому кардиналы. Недостаток опыта кардиналы компенсируют стремлением к победе и оптимизмом. Пока команда ищет свой стиль игры. В турнире с сильнейшими сборными города сделать это непросто. Но такой опыт помогает спортсменам увидеть свои ошибки и по возможности сразу их исправить. Ищем свою игру, смотрим на свои ошибки. Пытаемся организовать взаимодействие. С нами работает тренер Светлана Николаевна Версанова. Ну что-то получается, но, конечно, еще много работы предстоит. Несколько игр первого круга чемпионата показали, что кардиналы упорно борются за каждый заброшенный мяч. Не всегда получается довести начатую атаку до конца, но как раз в эти моменты проявляется командный дух и слаженность действий игроков. В команде появились лидеры, которые ведут за собой товарищи. У нас самый забивающий игрок Бикетов Дмитрий, разводящий. И поэтому от него строится игра и пытаемся что-то организовать интересное. В этой динамичной игре не обходится без нарушений. Высокие скорости и спортивный азарт зачастую становятся причиной неспортивного поведения баскетболистов. Но от внимательного взгляда арбитра не ускользает ни одна мелочь. Свисток судьи и назначается штрафной бросок. Чемпион прошлого сезона команда «Полет» играет в этом году в обновленном составе. Сборная пополнилась новыми игроками. Артем Кугышев решил не пропускать спортивный сезон и перешел из команды «Старт» в команду «Полет». Молодой человек давно увлекается баскетболом и не упускает возможности проявить свои способности в этом виде спорта. «Любовь пришла еще с начальной школы. Как пришел сюда всех впервые, так и с перерывами занимаясь баскетболом». Встреча давних соперников в борьбе за лидерство в чемпионате города команд «Авангард» и «Полет» показала, что ни одна из них просто так не уступит. На каждый заброшенный в корзину мяч баскетболисты тут же отвечали атакой и точными бросками с трехочковой линии. Но как бы ни были хорошо подготовлены спортсмены, Артем Кугышев считает, что в матче сильнейших очень много зависит от везения. «Как в любом виде спорта – удача. Без удачи никуда». Полет с первых минут матча взял инициативу в свои руки и выиграл первый период «Авангарда» с разницей в одну очку. Второй и четвертый период закончились в ничью. В третьем отрезке игры уже спортсмены «Авангарда» мобилизовались и смогли переломить ход игры в свою пользу. «Это один из претендентов на победу в чемпионате города. Поэтому для нас сейчас это номер один». Матч сильнейших команд чемпионата закончился со счетом 83-88 в пользу «Авангарда». Но спортсмены полета не собираются сдавать позиции. Впереди еще игры второго круга. А это значит, что есть время провести работу над ошибками, проанализировать игру соперников и выработать новую стратегию ведения игры. «Мы собираемся выигрывать, как, собственно, и весь чемпионат города». Матчи первого круга чемпионата города по баскетболу закончатся через неделю. У спортсменов осталось три игровых дня, чтобы набрать победные очки и внести коррективы в турнирную таблицу. Встречи состоятся 18, 19 и 20 декабря в спорткомплексе «Юниор». Начало 18.00. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канал «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова